Вот она красота и грация, мужественность, эрудиция и талант. Все на одной сцене. 15 лучших представителей 4 вузов региона, 7 девушек и 8 юношей поборолись за звание мисс и мистер студенчества на областном этапе конкурса. Подобный смешанный формат прошел в регионе впервые. Раньше у нас было мисс студенчества, а сегодня мы определяем еще и мисс и мистера студенчества. То есть у нас мы будем отбирать еще такой конкурс среди парней. Ну а традиционно у нас проходят вузовские этапы. Такие вузовские этапы прошли во всех четырех учебных заведениях. Хочется сказать, что это пользуется большой популярностью. То есть молодежь активно участвует. И знаете, большое задействие молодежи не только в плане участниц или участников. То есть очень много групп поддержки. Конечно же молодые люди могут раскрыться в конкурсах дефиле, в конкурсах, конечно, таких же как творческих, интеллектуальных. Поэтому я уверен, что сегодня будет суперское мероприятие, которое действительно привезет большое удовольствие как и зрителям, так и самим участникам. На одном дыхании красочно ярко выступали все участники. Каждый из них пробовал доказать, что является самым активным, талантливым и креативным. Решила принять участие в университетском этапе конкурса сначала. Мне предложили, я согласилась попробовать себя в чем-то новом. У меня уже есть опыт выступления на сцене, так как я училась в хореографической школе, и сцена для меня это родное место. Но такой опыт, где нужно и дефилировать, и показывать свои ораторские способности у меня впервые. Буду покорять своей харизмой, яркостью, улыбкой. Хочется побороть свои страхи. То есть выйти на сцену может не каждый человек. Это надо преодолеть какие-то свои страхи. Я хотел бы показать то, что я умею, свои таланты, раскрыться с какой-то другой стороны, в которой люди меня не видели с этой стороны. Нравится себя показывать в творческом конкурсе, в ораторском. Также очень хочется немножко почувствовать себя на сцене. Действительно, со сценой какой-то найти контакт. Борьба за победу развернулась нешуточная. Каждый участник конкурса был достоин почетного звания миссы мистер студенчества. Ведь все с трепетом и с удовольствием готовили видеовизитку, в которой рассказывали о достижениях в учебе, общественной жизни, своих талантах и увлечениях. Затем студентам предстояло проявить ораторское мастерство и порассуждать на тему года мира и созидания. Ну и, конечно же, ответить на вопросы. Карина, кто написал роман «Отцы и дети»? Тургенев. Еще раз. Тургенев. Все верно. Иван Сергеевич Тургенев. Материков на земле. Шесть. Абсолютно правильный ответ. Одним из самых запоминающихся стало творческое испытание. На сцене студенты блистали талантами, показывали себя в ораторском искусстве, пели песни и танцевали. Все конкурсанты показали себя достойно, но вот по мнению жюри, лучшим стали студенты Барановичского государственного университета Ульяна Сущень и Павел Кротов. Чувствую себя на сцене всегда очень волнительно, потому что каждый раз я делаю что-то новое, что-то грандиозное или не очень, и всегда присутствуют эмоции, волнение. Я решила принять участие, наверное, еще на первом курсе, но только вот на третьем попытала удачу и вот прошла сейчас на областной этап, к чему очень рада. На самом деле я очень благодарна самому университету в Баргу, потому что там настолько хорошая организация всех мероприятий. Они мне помогали, мой студенческий совет всячески меня поддерживал, чему я тоже очень благодарна. Я бы без них просто не справилась, мне кажется, я бы без них никуда не дошла, потому что поддержка – это очень важно для меня. Анастасия Милишкиевич, Александр Воронин, Юрий Лемонтович, телекомпания БУК-ТВ. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!